Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1209. Событие дня. Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Вот объявление. Умерла сестра, 42 года. Осталось четверо детей. Муж глухонемой. Мы тут ролики поставлены, как она говорила в последний раз, как похороны были. Затормозите и посмотрите. А потом попросили, чтобы дайте, куда можно помочь. Ну, вот загуляю Галина Александровна, взяла на себя. Это ее. Телефон и все. Доверенный человек. Николай пишет. Дмитрий, простите меня, братья. Вот опять же, это Николай, это еще. Брат, сердце кровью обливается за то, что закуривший после причастия, не то чтобы дьявол укадит, ибо курение это идоложертвенное, а то, что этот человек может быть рядом с погибелью. Многие больные немало умирают, сказал апостол Павел, про недостойно причащающихся. Курение папироса вразрез идет с причастием. Просто осквернение. Вот тут один человек пришел из мира. Крещен, видимо, был в детстве. Ну, и много, что в жизни было. Сам сознается. Нарушение сотню там найдется. И сразу раз причастились. Это нигде никогда не было такого. Никакой эпитемии нету, ничего нету. А он стоит только думает, когда покурить. Ну, это... Златоуст говорит, недостойно, кто причащающийся допускает священие, губит его и сам гибнет. Два мертвеца друг напротив друга. И вот от этого Николай Астахов правильно говорит. Алексей что-то говорит. Сергей Игнатов. Фрагменты чтения Евангелия на масло соборовании в приходе великомученицы Варвары на шахте Южная Донбасская. В городе Углидаре священник остался неудовлетворен спешкой. Мир всем. Христос посреди нас. Аллилуйя. Дорогой Игнатий Тихонович, братья и сестры во Хрисестве от Анфимовской, Креста Возвиженской и Третьей виртуальной общин с прошедшим праздником Благовещения Пресвятой Богородице Девы Марии. Желаю всем крепкой и горячей веры и твердого упования во Иисусе Христе Господе нашим. Взаимной любви и мира по благодати, данной нам от Бога, святой, единосущной и нераздельной Троицы. Всех, кого знаю, вспоминаю в своих молитвах и прошу взаимных молитв, а мне, грешной рабе Божией Екатерине, Игнатий Тихонович, да поможет и вам Господь через Тамару и Татьяну зарегистрировать музей Лагерстан в Потеряевке. Игнатий Тихонович, простите ради Христа, у меня сейчас детей нет, взрослые все. Я сама не смогла найти вашу визитку для ее распечатывания. Скиньте ради Христа визитку на мою почту. Идет пост, идут искушения. Ну, сейчас постараюсь это сделать. Ну, вот так. Ну, а что еще? Прошедший день. Сижу дома. Занимаюсь с голубями, кошками. Звонок. Вчера он поступил как раз. Вызывает в краевой администрации. Ну, и сегодня вот поедем. Во славу Божию. Все благополучно, все ласково. Ну, а наши ресурсы тут еще показать. Вот. Это я могу показать. Мой мир. Сейчас я тут гляну. И вот на меня выйти. Как он выглядит. Там, где я в шапке. А где с голубем, это контрольная. Открыто страница. Но туда не надо заходить даже. Здесь все. 22 тысячи 413 фотографий. Ну, и даже роликов-то сколько-то здесь. 8 тысяч 551. 8. Ну, тут она перестала, система принимать. И что-то запуталась. А всего у нас 14 тысяч 700 роликов. В два раза больше, чем здесь. Ну, и дальше у нас что? Форум. Православный форум Игнатия Лапкина. 1600-2 темы. Ну, а и... Что-то тут такое. И канал наш. Канал. Вот так православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. 34 тысячи подписчиков. И 33 миллиона 340 тысяч просмотров. Вот сегодня выстоял. Уже 60 человек посмотрели. Златоусты не одного. Жития не одного. Уже два часа прошло. Златоусты начитаны. Нет. Занятия по изучению Библии. Один человек зашел. Лучшие из них. Вот эту рулетку. Посмотрели 19. А дальше нет просмотров. Но вчерашняя за ночь уже цифра другая. Вот молитва утренняя. 346 просмотров. Вот. 278 рулетка. Вот. Дети благовещения. Занятия 770. То есть постепенно везде растет. Конечно, немного здесь. Вот собрание было. Уже 575. Ну, цифры-то какие-то смешные. А набираются. Ну, больше. Мы вот выставляем тут. А кто еще знает? Это все под замками, которые мне снимать надо. Видишь, сколько. Это все под замками. Все. Уже выставлено. Только замки снять. И все. Ну, это работает. Администрация, модераторы. Замки снимать. Дальше смотреть. Какие там бывают очень много. Скверны пишут. Таких пришлось заблокировать. Теперь уже около 9 тысяч. Вот вообразите, сколько на нас идет. Лавина и сатана пускает. Пустил реку, но земля поглотила. То есть люди, живущие земной жизнью, они поглотили. А так-то ничего нет. Ну, и большой, огромный, во свете Библии, православный библейский сайт. Самое ценное. Это вопрос и ответы вот здесь вот. Все остальное можно читать. Фотографии сделать. То есть вот это вот. Вот это не сделать. Вот так. И на этом, ну, можно сказать, все. Гляну я сейчас. Нет никаких дополнительных материалов. Вот так. Что тут есть? А, вот какой-то земснаряд маленький продают. И так и не ответили. А там что-то, какой-то обман. Сразу регистрируйтесь, свой код дайте там. И я сразу выкинул все. Вот. Вот этот суд мне интересный. Еще раз показать. А, это разномыслие, что даже могут быть. Надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись люди искусные. Вот так. Я просто промотаю, чтобы можно было просчитать. Тормозите, и дальше можете снимать, списывать, что угодно. Ну, раз уже начал, докручу до конца. Уже половина прошло. Вот так. Каждая страница на две части. Это страница. Какое толкование дает Янзотовоз. Вот и все. Ставропегиальный монастырь, Оптино, Пустинь, Веденский. Такой материал. Надлежит быть разномыслием. Тут уже не будешь по-другому толковать. А вот ошибки суда. Мне это вообще не понравилось. Разбор такой тоже еще раз покажу. Протеерей адвокат. Защита Владимира Головина. Какие были допущены ошибки. Вот посмотрите. Утвердите. Посмотрите. Ошибки серьезные. То есть, делающие незаконным извержение сана. Доказательства. Я считать не буду. Время на это просто нету. Дальше останавливайтесь и протаскивайте. Надуманность поводов. Тут видно, что юрист работал со знанием дела. Все понятно. Дальше останавливайтесь. Так, считайте, смотрите, и делайте вывод какой. Церковный суд как орган далекий от истины. Специалист пишет это, тут моего нет ни одной буквы. Молимся мы за отца Владимира, да ему и не надо быть священником, он уже все, уже сделал свое дело. Он не останется без дела. Он будет проповедовать и пойдет, как вот мы ходим, в репрессивный механизм Русской Православной Церкви. Патриарх утвердил, ну утвердил, значит, надо согласиться, не надо уже доказывать ничего. Что там меня, Господь разберет свое. Продолжают собираться, ну вот все показал кратко. И на этом все сегодня. Продолжают. Продолжают.